ну скорее всего может быть ты один будешь сидеть я буду может и сочи лететь но посмотрю что ты как он мы нажмем поехал мы на экран вылежишь сам да а вот еще чего люди в тик токе показывают видео фильмов из комиссия всем привет это Алексей Викторович Прокофьев у меня на канале я как билет телефон ты меня отвлекаешь продолжаю снимать видео на спорте нашего сегодняшнего видео Найзов Файтинг Чемпионшип это казахский промоушен который на мой взгляд один из самых сильных самых лучших в Азии на постсоветском пространстве 100% лучший в Азии хорошо знаю эту организацию и давно с ними сотрудничаю и самое главное что там большой специалист на мой взгляд большой специалист который себя не считает журналистом да но давно работает в сфере сфере медиа сфере ММА да более поп ММА сейчас уже и самое главное профессиональное ММА это Миша Кучерявый злодей а настолько молодой мне оператор да и человек который мы один из новых проектов будем делать скоро запустим когда его все полностью как бы так отформатируем да и упакуем красиво я вам представлю думаю будет очень интересно так вот чем он говорит почему Кучерявый злодей говорю но скорее всего у него был никнейм такой наверное на Валитуда он говорит а что говорит такое Валитуда я говорю да ну афиг ты реально не знаешь ну там что он во-первых не очень знает мир единоборств мир поп ММА там ну то есть многие там фамилии там а что там а как тем более он не знает что такое Валитуда да и можно сразу понять человеку насколько он олд в этой индустрии я говорю да то есть Валитуда это был такой сайт в котором был форум и мне кажется все любители ММА российские на постсоветском пространстве да там блин самый большой такой новостной портал из мира ММА да там и срались и у меня там даже там с одним из владельцев этого даже форума когда-то был там какой-то ну небольшой так скажем недопонимание которое бывает да потому что ну там в общем это интернет и вот там вот наверное скорее всего Миша у него была кличка Миша Кучерявый задел это Михаил из Вестника ММА сейчас который работает в Найза поэтому мы с ними Казахстана лга им немножко респектуем какое что о чем мы сегодня будем говорить мы будем сегодня говорить да об неинтересных боях которые вчера наткнулся посмотрел это большой бой там главный бой вечера да на хардкором ММА это Шавхал Черчаев против сибирского Конора а также затронем бой который мне выложил по крикбейту мне вылез да это типа боец ММА нокаутировал боксера это Маугли против Креме Маугли встретился с Кремень или с Кремнем или с Кремнем как с Кремнем не с Кремлем да вот как-то Кремень как его слагать я не знаю это встретился с Кремень ну когда не очень по-русски да с Кремнем встретился с Кремнем так что тоже так себе звучит в общем этот бой разберемся потому что по крикбейту я думал что Маугли его нокаутировал да в Телеграме наверное многие натыкались СММщики работают мы обсудим да бой который я дам свой прогноз свое видение как будет бой Анкалаев Уокер который пройдет на этих выходные вот воскресенье уже с утра будет ну там суббота на воскресенье ночью в UFC да на одном из турниров Даня Милохин у нас тут собирается по кикбоксингу выступать тут мы выяснили тут не сложным путем поиска в интернете что кажется Даня Милохин уже с кем-то дрался как этого человека звали которого Артуром Бабичем да тоже одним из блогеров я слышал что Бабич есть такой как он выглядит не знаю что вижу этот бой посмотрим да посмотрим на так сказать на возможность и перспективы Дании в единоборствах также обсудим один из мне кажется не очень хороших таких аспектов да там эта проблема наркотиков да в нашей стране и в одной из республик это все подробности конце и и приступаем к видео приступаем к обзору боя это Шавхал Черчаев против сибирского Конора на HFC MMA в общем да слово пацана в котором там показывают какие-то ценности которые мне кажется для современного общества современной молодежи и точно для моих детей ну мне не нужны там да там как бы за весь за весь сериал за весь сериал его посмотрел честно могу сказать потому что реклама у него работает отлично да мне кажется даже с каждого утюга как говорится о нем обсуждали говорили но и за весь сериал один единственный правильный момент это когда вот главный герой не помню как его зовут там ну там не столь важно да приходит за вот девочку которую изнасиловали ему там предлагают типа типа ну там косяк произошел вот типа Волгу возьми типа и замнем он достает пистолет и всех порешает порешил на месте вот это был крутой момент честно это было причем я тут со своим кентом близким пацаном земляком который в Америку уехал с ним тоже это обсуждали он говорит что типа ну типа ну там как-то мы разговарив с телефоном разговорились он говорит да что круто было и мы с ним сошлись что это вот единственный правильный настоящий нормальный момент был в этом сериале понятно что человеческая жизнь это но на того не ну то есть в любом случае это не нам ее давать и нам не нам ее забирать но вот для меня единственный момент так в целом как бы во все тяжкие сто процентов в разы лучше сериал просто в разы особенно первые там вот три сезона по-моему да три сезона смотрел все тяжкие понятно что там еще больше сказка да там когда человек там наркокартелью кому-то противостоит и сухим из воды выходит но breaking bad он мне больше зашел в разы честно могу сказать так я куда когда комментирую сюда смотрю вот посмотрите да сразу первый раунд смотрите какая большая огромная разница в росте у спортсменов забегая вперед даже многие уже знают да что сибирский конор победил шов хала единогласным решением судей не знаю там вот комментаторы отдали первый раунд как почему-то шов хал я этого не заметил на мой взгляд все три раунда сибирский конора забрал посмотрите что забирает центр ринга немножко и начинает пятница назад все не делает то что должен делать шов хал не забирает свои давно полтора человека держать на длинной руке длинные ноги забирать его гонять его центр ринга у боксеров любительском боксе особенно считается забрать центр ринга это появить активность для студий которые сбоку сидят окружая активность ты хочешь ты забираешь территорию человека и вот мне вот за счет даже хотя бы этого действия для меня показалось что бой лучше был сибирский конор первом же раунде но мы смотрим все пятнадцать минут смотрят мы можем пятнадцать минут посмотрим я комментировал бои конечно вживую комментировал на кулаке я работаю комментатором реакцию реакцию вживую я рассмотрел вот уже не будет живая да мы один раз видеть у нас у меня есть видео на канале когда мы вживую смотрели самый последний бой хабиба когда он вышел положил перчатки я у меня я прям почувствовал что он уйдет я не знал этого безусловно как кто-то другой но я прям что типа он все я там в комментариях давался если что я ссылку на видео здесь видео там была крутая реакция но вживую смотреть конечно спорт особенно единоборство да там да это любой там мне кажется и хоккей а ты переживаешь там и футбол там кто смотрит да и как вот я говорил сегодня своему там оператору что самое большое шоу супер бол я смотрю я каждый 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 финал судьбу в каждый супер болт стараюсь смотреть не всегда это получается крутейшее шоу кто знает кто смотрит американский футбол или кто когда-либо смотрел супер бол может это круто но давайте отвлекаться смотрим бой мне кажется зажат очень шокол как-то вот да там 5 назад мало того напрягает верхние группы мышц что очень сильно то есть стопорит его руки не такая скорость рук не такая большая маневра ну то есть скорость атаки у него и посмотрите постоянно идет назад постоянно идет назад называется в боксинг называется жопой канада вчера это ну то есть это как бы неправильно колено да в колено неплохо не было вначале вот ушел в холодно она вот руку попала да и потом функционалки не хватало чтобы дальше пробовать его пробовать им бить и попадать и плохой неплохое придавливание к сетке бить почему-то не вот учат не подцепить ногами не перевести человека неплохо вроде пояс забрал видишь внутри рука у конора у сибирского да то есть защищает все равно можно пробовать пробовать рисковать пробовать забирать за пятку как-то но ты прижимаешь да там и вот сейчас хоп и отдал и почему отпустил человека не понимаю то есть ты держишь такой сетки не переводишь его вниз и отпускаешь не понимаю зачем потом начинаешь начинаешь работать ты вот удары такие лоукики такие полу углукики такие на обмен да вот по моему тот большой удар который видно хайки бьет его видно не надо зачем бей больше руками я длинные руки зачем ты с пацаном который на голову тебе меньше начинаешь работать сложные удары ногами которые могут убрать его много сил много энергии и что и к концу произойдет бой этого нож тут что за что-то неподготовлен удар абсолютно со стороны шавхала ну и вот разворота удары конора весь бойных пробовал да тут начинают уже немножко играть такой там играть на публику это бывает и неплохо и бывает как бы ну не совсем нужно на мой взгляд потому что потому так подходит концу уже да почти первый раунд в такой же абсолютно манере насколько помню там да там из их высказанных отличная защита тэкдауна стороны конора приезжали его к сетке не отжимает голову почему-то ему да пытаются при этом сюда приезжали и колено внутренним бить ну там такой немножко чуть опасно потому что подхватить под внутренним коленом вот опять видите приезжал к сетке с дверника вот твоя работа вот это твоя работа вот на руке бить нет вот видео чуть отдается чуть замедливается чуть становится сразу начинает пропускать удар у него уже ничего не получается если бы он держал бы на длинной руке не давал бы подходить своему сопернику да для шавхала было бы намного лучше ну и мне кажется уже начинает подуставать потому что в конце боя скажу почему почему так на мой взгляд произошло что делать это в любом случае да его там его команде ему самому виднее конце прокомментируют что в этой же манере проходит бой вот шавхал почему-то вот и на длинные руки атаковать человека зачем какие-то крюки подходить ему ближе зачем оставаясь на дальней дистанции держи его в длинном джебе вот здесь вот надо бить человека и встречать его да а не ждать вот такие удары силовые непонятно зачем зачем разве атаку зацепить за человека и потом уже бери удары начинает давить опять там называется в боксе то выражение такое есть пятый угол искать тут много углов тут только восьмиугольник или больше углов чем 8 углов только в UFC бывает да тут клетки в этой больше углов потому что насколько я знаю это вообще такая мировая эксклюзив то есть у них зафиксирован это восьмиугольник потому что знаменит первый самый турнир это знаменитый восьмиугольник который был все наверно помнит олды особенно помнит которые на валюту досидели закрывается очень высоко держит руки непонятно зачем потому что открывает больше для себя корпус как и комментаторы заметил что почему-то да особенно вот коннор вот удар с разворота который у него не прошел ни один по моему да вот идет ненужный удар с разворота пацану который тебе на голову выше бить удар с разворота для чего для того чтобы хорошо попасть ему в плечо не знаю то есть но но и самое главное что не работал по корпусу почему-то хотя вот шовка очень высоко там да за счет того что верхняя группа мышц напрягает дельта напрягает локти отходит от корпуса и да и открыт вот неплохая чуть зацепился но опять же не смог дотянуть и вот здесь вот все полностью отданный раунд сейчас вот вся весь весь конец раунда второго пойдет вот такой манере один будет сверху контролировать второй будет даже не пытаться с него выйти забираться как-то его завернуть в гард к себе натянуть его на себя вот здесь он гард забрать когда да и пробовать защищаться и выровать какие-то активные действия спортера да чтобы там а там руку отломать там могут где-то придушить либо там любые действия которые может это из этой но не любые действия которые может этой позиции делать вот смотрите да вот там ну там даже креветку кури ты не делаешь чтобы просто вы и сам ногу не вытаскивать не понимаю почему здесь вот начинает принимать ударов много принципе очень немало принял удары принял ударов шовхал да ну как бы то ни было как есть так есть вот не совсем не понимаю почему нельзя использовать локоть хорошо так можно было да 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 типа два одно 12 на 6 удара запрещены в голову а в корпус пожалуйста бейте кто их запретил никто не запретил острым коленом локтем туда по плавающим ребрам очень очень больно и очень эффективно особенно в длинных раундах а тут в принципе середина там ну уже там большая часть больше середины второго раунда еще принципе еще целая куча времени еще целых сколько тут 7 минут еще целых боя это это много для мма это очень долго это особенно когда тебя бьют сверху да это вечность практически но если не верите можете в зал там приходить и кого-нибудь 7 минут побьют так что тут вот в этой манере да ну в принципе да бой проходит вот так вот законтролировал там здесь гард забрал непонятно как наверх не идет руками то есть вот гард абсолютно запросто коннор сейчас проходит ему да вот если добивает не понимаю почему не бил локтями да вот руками бил тоже хорошая позиция сбоку что зашел туда да да вот отсюда неплохо удар снизу идут так ну вот уже там минута десять ему говорят вот я помню что да там секунданты шопала говорят чтобы он вставал по сетке но он даже не пытается этого сделать в принципе абсолютно сушит раунд и там не удивлюсь даже что может быть там но вряд ли тут нечего 8-10 давать но 10-9 любом случае его сторону в его пользу в пользу сибирского коннора был этот раунд была попытка да зайти на удушающий но шафхал развернулся вот в этой позиции я понимаю почему почему соперник сверху не использует свои локти особенно когда на позиции животе или позиции сгарда работает да тут уже много ударов показывает что все нормально но относительно нормально там куда тебе там столько ударов ты пропустил и не встаешь и не пытаешься встать да там ну там ну какие-то причинах я скажу вот было хорошее колено тоже там роман авдал был одним из комментаторов он послал что надо туда в плавающие ребра хорошо как можно коленом зарядить я согласен с ним вот в самом конце раунда была попытка зайти на удушающий там да то есть быстро но для того чтобы задушить человека сзади внизу надо сначала ноги заправить крайне сложно зацепиться за ним рукой и потом его за ногами зацепиться крайне сложно можно делать если правильно да те кто в зал опять придет но где-то тень те из тех кто хочет чтобы семянутка в портре добивала да я могу показать как делать но опять же лучше закрепиться сначала второй раунд закончился на мой взгляд на мой взгляд не знаю как на ваш в комментариях напишите два раунда абсолютно 100 пользу сибирского конора да и заключительный раунд у нас с вами последняя крайне последняя потому что крайне это было перед последним рада вот последний раунд последняя пятиминутка вот ведь вот но зачем вот и вот уже подустал зачем бить силовые более сложные для организма удары даже лоу-кики ногами бей рукой бей рукой левой правой билосим и начинает зарубаться начинает перейти вперед не надо оставайся на дальней дистанции бей руками у тебя будет больше возможно зачем силовые удары эти ты устал не надо бить силовые удары попробуй перекидать количеством ударов тычками попробуй более спокойно работать чтобы распределить силы 5 минут раунд это много на такой вот неплохой вроде бы хайкик не до конца наверно дошел мы уже сил мне кажется не так много опять же но сложно бить удары ногами высокий особенно хайкик если ты уже там функционально подусталка то вот типы какие-то просто там тура швыривает вот это опять удар подворота вот все удары подворота да были мы мимо кассы они были мимо кассы и сложно было попасть сложно пацану который выше тебя попасть удар с разворота ну на мой взгляд но опять же это там дело кэмпо делать команды дело бойца вот была хорошая попытка я думал что шов халмор здесь зайти но здесь надо растянуть ногами было сначала растянуть натянуть на 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 лоб кто понимает узнает да и потом разоснуть ручку и было бы в принципе позиция супер вообще просто бомбическая позиция но растянуть человека надо включиться пахом тазом своим подключиться ему надо давить его растянуть здесь начинает уже терять и все в принципе из-за того что не сильно закрепился просто потерял позицию ушел халморка почему-то не может использовать моменты которые хорошо получаются прижал к сетке не пошло попытался бросил отпустил неправильно это дорабатывает дорабатываем момент дорабатывает проб получается не получается дорабатывать но на месте нам всегда проще говорит тут с дивана либо с креста с этого да мы же не там и вот принципе вот да вот конец третьего раунда такой же как конец второго раунда да то есть просто начинает просто уже там забивать много бьет я просто на самом деле вот сибирский конор сибирский конор а я не знаю как человека зовут тоже неправильно так говорит сибирский конор ты завис давай 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 ладно окей но вот да тут какой-то получилось две минуты осталось немножко поменялась позиция шафхалом и вообще для чего ты его делаешь он пытается что-то закинул ногу и так закинул неохота типа знаешь просто чтобы обозначить закидывай переводи у тебя момент ты забрал спину человека у тебя осталось две минуты у тебя ты два раунда проиграл тебе тебе пну тебя после второго раунда да там секундантовые подсказывали что надо рисковать надо рисковать потому что ну по по картинке боя которые не видели которые мы с вами видим ты его отдаешь да вот тут такая позиция поставил ручку чтобы не добивали ты поставил ручку чтобы не добивали тебя даже не пытаются забивать я просто держу за пояс и не очень забыл бросок какой-то непонятно чем закончился да позицию то есть именно моменты позиции это вот здесь вот забирает и спину садись на боковой контроль проходи ты был глубже чтобы он не закрыл гард понимаешь вот здесь ноги скинь понятно что легко говорить легко говорить теоретически когда ты не там а ты не устал когда уже там бой там уже там какую-то 10-14 минуту боя ведешь конечно легко говорить а почему нет поэтому я и видео снимаю момент в спорный для меня момент который не туда другой сумма wurden сейчас еще возму попадет по Esperanza это просто сцену чем все это вот здесь вот это отказ от боя здесь рейпере остановить бой у них дома на 2chte во вторера будет талант would have been говорить потом после боишься Типа, вот ты его не добивал. В смысле добивать? Человек сел на жопу и не хочет продолжать бой. Почему он его должен добивать? Для чего? И тут уже такое видно, что вообще без силы просто ждет гонга. Удар с разворота, непонятно для чего. Вот еще второй момент, ты его один раз предупредил, второй раз имей совесть снять человека с боя. Человек не хочет драться, не надо ему пальцы показывать. Ты будешь драться или не будешь драться? Он не дерется. Он два раза показал, что он не хочет драться. Для чего ты у него спрашиваешь? Ты не видишь? Ты для чего в клетку выходишь? Будешь говорить, я там специалист, большой специалист в ММА. Окей, окей, окей. Ну скажите, что вы думаете по этому поводу? Понятно, что с рефери нельзя ругаться, мало ли, пригодится еще будет. Либо тебя, либо чей-то из твоих кентов в бой обслуживать. Ну, как бы то ни было, человек садится на пятую точку. Три раза подряд. Что ты у него хочешь спросить? Ты сел на пятую точку? Я сел на пятую точку, да. Все. Ну, хочешь это подорвать бой? Я даже не уверен, отвечал ли он ему что-то там. Ну, потому что, ну, для этого, да, вот, в Праде было круто. У них была камера на рефери, и был микрофон, и все там изнутри. И сейчас в КХЛ, ну, понятно, НХЛ давно используют, ну, на игроков вмешивают. Это во время, во время матча, вот там, в Американ, в том же Суперболе, о котором я ранее упоминал, это очень интересно, очень круто. Что эмоции, кто там реально говорят, пацаны, там, когда там из-за разных команды друга подкалывают это. Вот, вот это вот, самый этот момент, который я не понял. Как будто бы он не дрался, да? Как будто бы он плохо подрался. Единый правило, единый регламент. Где бы, хоть в один, в одних правилах или регламенте написано, что человек, который садится на жопу, его надо добивать. Где это написано? Он не хочет драться, рефери, пускай его снимает с боя. Это вопрос к рефери, а не к бойцу, который не хочет травмировать и забивать своего соперника. И делает абсолютно правильно, вот. Молодец, я вот так вот делаю ему, вот так вот, потому что мы все, прежде всего, люди. А для, ну, понятно, что для Анатолия они там, я не знаю, как, какой там, ну, там, часть спорта. Это не часть спорта, это часть своего желания видеть кровь. Это не спорт, не путай, не путай. Нет, не согласны. Да, ты наш капитан. Нет, наш капитан, мы с тобой не согласны. Лежащих тоже не добивают. Вот и правильно, лежащих не добивают. Зачем? Сидящих на пятой точке не добивают. Для чего? Человек уходит от боя, все. Он не может продолжать, он показывает вид, всем своим видом это. Ну, ладно, это не об этом. Я хочу сказать, что... Ну, и тут все уже. Не сказал я, да, почему проиграл он, да, на мой взгляд, да. Он проигрывает уже, тот же он в декабре дрался с Зелимханом. Не лучшим образом выступил, да. Это значит, что у него форма вряд ли тут, значит, до начала января стало лучше. Ну, и такого не бывает. Ну, там, волшебный сок Миша Гамми даже не работает так. Даже он так не работает, он работает по-другому. Он работает вместе с трудом, да. В чем причина проигрыша, не яркого, наверное, да, даже больше не проигрыша, а не яркого выступления Шавхала, да. Я могу сказать, что это абсолютно дело команды, абсолютно дело Шавхала, который сказал, что там вот его все отвлекало, сейчас он будет тренироваться. Мне кажется, что надо, чтобы твои дела не расходились со словами. Потому что ты говоришь, что надо тренироваться, надо тренироваться. Мне кажется, он не был натренирован, не исключено, что есть какие-то физические показатели. Но если у тебя есть физические показатели, ты о них знаешь, и команда о них знает. Зачем ты выходишь на бой? Я не понимаю этого. Мне кажется, это непрофессионально, непрофессионально не по отношению сопернику, к зрителю и к самому себе прежде всего. Не использование длинной руки, не использование того, что ты можешь драться в стойке хорошо, чуть какой-то отдача центра ринга, отдача территории. И результат, что там Роман Авдал, кстати, тоже заметил, что он после боя с сибирским Коннором, что с сибирским он лучше начал намного бороться. И мне кажется, очень неплохой. И защиту этот тейкдаун показал. И в принципе, не совсем, наверное, правильно, потому что добивание, но контроль был какой-то более-менее. Но мне кажется, тут абсолютно даже не контроль, что Коннора сыграл, да? А почему-то нежелание и невозможность без попыток вставания от Шамхала. Вообще не было такого, что тебя контролируют, и ты встаешь, ты меняешь позицию. Такого не было. Мне кажется, во всем виноват, есть такое выражение, порядок биткласса. Мне кажется, порядок в тренировочном процессе у команды у него не было. Увидел я этот бой. Да, кто такой Маугли? Во-первых, мне подсказывают, мы спускаемся сюда, там мой оператор, да, контент-мейкер, контент-мейкер. Маугли – это пацан из Питера, тренировался в питерском клубе, сейчас перебрался в Москву, живет там. Начинал свою проф-поп-ММА карьеру на турнирах «Кулак», к которым я имею отношение, да, наверное, может быть, кто смотрел, я там комментатором постоянно работаю. Когда и с ведущим, без звука, да, ты стал. Вот мне, я показывал, я увидел этот бой, крикбейт у меня был, абсолютный крикбейт в новостной ленте, в телеграм-канале, что боец Маугли наокрутировал боксера, да, под вопросительным знаком. Тут я начал смотреть бой и смотрю, что Замир, да, по-моему, Замир же, Маугли, Крекин, который, Крекин, почему Крекин? Крекин, да, почему Крекин? Кремень, да, Мамедов, Мамедов, он очень низко держит левую руку. Сейчас он будет в начале и пару раз, правый, хорошо ему попал Маугли. Я думал, что, ну, реально, ну, то есть, я хотел как раз вот, у меня спортсмен ходит тут на индивидуальной тренировке, ну, там, начинающий. Он низко держит левую руку, я ему хотел это видео показать, наглядно, как бывает, когда держишь левую низко. Очень опасно. Ты ее держишь низко, под правую руку под бьющую человека попадаешь. Очень опасно. И вот посмотрел бой, неплохой, кстати, бой показал Магомед Расулов, потому что он все-таки больше боксер, больше, больше боксер, что-то я затупил. Он больше ММА боец, да, и с боксером боксировать, но это надо, вот сейчас он был хороший, или с правой попал. Он, в принципе, неплохо подрался, прошел всю дистанцию этого боя, да, я был удивлен, что, если он выиграл нокаутом, и там человек, потому что чемпион Европы, что такое по кикбоксу, не подумал, ничего себе, круто. Я в начале раунда, то есть, первый раунд он хорошо побоксировал, думал, что прям справа сейчас попадет где-то. И 4 раунда посмотрел, 4 раунда этого не произошло. Но как бы то ни было, да, новая дисциплина, ты приходишь, когда из вида спорта и ММА приходишь в бокс, а это абсолютно другое. И когда из бокса приходишь в ММА, да, это абсолютно разные виды, казалось бы, вроде и там, и там, иди-то, дерись, но технически абсолютно по-другому, и очень важные моменты, которые надо учить, и надо школу, школа важна, а если ее нет, то переучиться крайне сложно, крайне проблематично. Ну, как бы то ни было, да, Маугли, да, особенно, почему Маугли, да, у него была раньше такая шевелюра большая, я прям тоже так люблю иногда, нет-нет ходить, шевелюра такой, мне вот поэтому нравился пацан, но он такой проятный, хороший, я его знаю, я еще К4Про когда он тренировался, да, у Плаксина, я его видел там, встречал давно его, но вот сейчас он в Москву перебрался, чуть мне кажется не в лучшей форме на какие-то последние бои, потому что там я вот видел бой его с казахским спортсменом на хардкоре, да, там где его нокаутировали, да, причем он не выиграл раунд, но бывает так, что он, наверное, стал получше готовиться и, в принципе, не очень неплохо бой провел. И комментаторы тоже все, так сказать, отмечали, как ни странно, потому что я редко бываю согласен, да, иметь одинаковое мнение с комментаторами, потому что комментаторы, как правило, на мой взгляд, на мой взгляд, в большинстве своем не все, но говорят такую ересь, иногда просто особенно мне, знаете, что не нравится в единоборствах, это ручной треугольник. Что такое совершение, ручной треугольник, неужели у вас учительницы русского языка не было, треугольник руками, что такое это, ручной треугольник, ну это как-то даже, ну то есть, как бы, не знаю, там, все наши великие предшественники, Лермонтов, Гоголь, хотя Гоголь украинец, ну как бы отношение все-таки к нам имеет, Чехов с Толстым, они, наверное, бы не очень были бы давно, выражение таком, как ручной треугольник. Вот у нас хайлайт идет, первый раунд, мне кажется, я бы отдал Маугли, первый раунд. Второй раунд он стал функционально подседать, и поэтому там вот немножко перевернемся, там, да, там, уже начал, много защитных действий таких не нужно, чтобы руки внизу держать, немножко опасно этого, да, там, и, ну, когда человек держит руки внизу, когда у него руки не держат, понимаете. На хуй, зачем эта надпись нужна, вот для чего? Надо закрывать, закрывать просто, ну вот, вот для чего вот просто, ну, сейчас он прийти, вот потом не положить, не положить его около этого, да, просто приходят люди, да, мы в зале снимаем, мы отвлекают нас, ну, понятно, что уже там пять вечера, да, и там рабочий процесс идет, но написано, тихо, не входите, идет съемка. Это значит, что тихо, не входите, идет съемка. Второй раунд, на передней ноге много сидит, да, неплохой такой, там, такой, такой, по полу сайдстеп, полу, там, боковой, там, ударил такой. Вот видишь, руки внизу держат, начинает, там, телом защищать голову, это, не знаю, мне кажется, опасность, опасная по эффективности защита головы, опасная. Слушай, да? Меня слушают. Ай, хорошо. А можно в кадре? Да, все, тихо. И вот уже, да, вот, третий раунд, и не боксер уже тяжело наверху руки держать постоянно, уже совсем, да, там, прям, в начале раунда руки все у пуза держат, ну, и не понимаю, почему боксер этого этим не воспользовался, не разбил. Он сейчас такой большой, такой амплитудный, соскачкальный боковой такой, но такой тяжелый, длинный, что не подходит. И мало в корпус, мало в корпус садится, садится в сторону, не вперед делает удар корпусом, да, а уходит там в сторону, а бьет рукой вперед, поэтому эффективность, малоэффективный удар это. Я вот тоже, когда приходят люди, да, там, особенно, тренироваться, надо бить в корпус, надо бить в корпус, надо бить в корпус именно прямой, надо бить телом вперед идти, телом вперед, а самому ходить и бить, но это малоэффективный удар. Неплохая атака и на выходе неплохой, да, ответ от Маугли с левой был. Вот такая сейчас амплитудная атака, то есть большая, ну, длинная атака, но в принципе, которая там не сильно достигла своей цели. Так, ну что у нас, Капу забыл задеть спортсмен. Так, так торопился в бой, что забыл задеть Капу. Ну, бывает. Это было как комментаторы, как Майк Замбитис с кем-то, да, с Патухасиком дерется, он попадает, он говорит, один из комментаторов, ну, вот насколько бывает дебильный комментатор, он говорит, наверное, Капу проглотил. Там была какая-то заменка, что, типа, ну, Капу проглотил. Блять, как можно такого Капу проглотить? Ты его хоть один раз Капу в руках держал? Как ее можно проглотить, не разжевывая? Я не знаю, что у тебя там за глотка-то такая, а? Маринская впадина. Маринская, какая она же, Маринская. Да, да, Маринская. Я поставил такие названия, путаю, у меня вот, ну, Маринская впадина. Ай, жуткий океан. Хорошая атака. Ну, в принципе, вот в таком вот темпе, да, сейчас уже там будет дооставить. Тут не понимаю, сейчас все руки поставлены канатой. Так называемая сушить бой, Маугли будет. Уже не получается, руки внизу держит. Ну, и соперник, да, почему-то не предлагает большину, то есть, ну, там, как-то вот так вот и больше. Еще надо, еще атаку на атаку наложить, еще на атаку наложить. Лежит ногами, чуть не успевает. Все равно возьми, поделись. Ты видишь, что человек уже не может руки держать. Наказывал за это. Он наказывает, руки внизу держит у пузо. Несмотря на кликбейт, Маугли проиграл. Я думал, что он выиграл. Думал, блин, пацана поздравить. Ну, видите, очень уставший. Тяжело выступать дисциплине, в которой ты не имеешь опыта. Опыт очень важен. Опыт в любом деле важен. И в этом, в том числе. Как бы то ни было, Маугли хочу поздравить с неплохим дебютом в боксе, потому что против опытного боксера рисково и интересно, но подрался. Подрался, хорошо. Давай, все, пишем, давай, пошли. Пишем, все пишется. А, все писалось, да? Все пишется. Данин Глокер, 16 февраля дебютирует по кикбоксингу. Оказывается, он уже дрался с Бабичем. А Бабича как зовут? Артур. Артур, да, Бабич, да. На какой-то PVP-арена. Ну, вот сейчас вот я так же впервые ударил. Смотрите, до чего есть интересный, да? Подписчиков в ТикТоке сколько у них? Какая у них сила удара измеряет возраст? И родителей двое. Такой это жесткий Степа. Короче, ну, это жесткий Степа, я не понимаю этой темы, но это чисто в интернете, это, знаете, ну, как бы. Это как вот ногти красить Данечке. Данюшечке сладенько. Также, наверное, драться при этом, кикбоксинги. Ну, что они сделать, когда из стороны поперли, шло поперли. Не, жена на чем-то зарабатывает, да? Тут написано, что родители одного двое, другого ноль. Даня же в детдоне отпитывался. Мне кажется, человек, который делает эту штуку, он, ну, дебил. Это, не знаю, для чего это делается, но силы удара, окей. Но родители, не знаю, подписчиков, сколько у них миллионов подписчиков в ТикТоке. Да насрать, как подписчиков в ТикТоке. ТикТок не работает на территории России. Всем просто похуй. На сегодняшний момент сколько подписчиков в ТикТоке. Ну, на мой взгляд. Ты же похуй загребил. Давай, включаем. Включаем. Со звуком включим? Давай, давай. Нет, со звуком. Давай, послушаем комментаторов. На сколько дождь, ну, ходим. О-о-о-о-о-о-о. Тут вообще просто какой-то трэш. Не-не, тогда давай. Это просто... Не-не, это просто трэш. Я думал, это бой, а это просто полная шляпа. Это большой, ты не видел, это большой шестиугольник. И вот такие перчатки в виде подушек. Они просто боксируют. Ну, с точки зрения техники, конечно, да, у них там как бы, ну, это... Это танцы. Это танцы бамбуинов. Но с точки зрения... Я не хочу это смотреть. Я не буду. Вот это всегда полная. Я просто дам прогноз, не прогноз, а видение свое. Я думаю, что он где-то на турнире, скорее всего, хардкора подерется, да, или там в Дубае. Потому что, в принципе, нерусскоязычным организатором, нерусскоязычному зрителю Дани Милохи не может быть интересен. И мне вот, кстати, интересно, он в Дубае сейчас живет, он ногти красит там или нет? Ну, как там вообще в Дубае, в Дубаях, относится к... Я не могу назвать его мужчиной, ну, мальчик, наверное, да, просто. Мальчик, подросток, ну... Ну, это его дело, конечно, это его дело, но... Которое ногти красит. Ну, и в целом... О чем вообще свалил, кто знает? Из-за того, что... Ну, из-за того, что плачья он сделал. А-а-а, как пидорок одевался. А потом он, что-то сказал, он снял в поддержку Украины ролика. А-а, да? Ну, вообще, такой, ну, конченый, просто дебил. Просто, ну, ты в территории... На территории живешь, на территории питаешься, платье чужие одеваешь, ногти красишь, и потом про эту территорию плохо говоришь. Ну, я не знаю, ну, как бы фиг знает, не знаю. Мне интересно, кто организатор боя, и на какой площадке ему будет драться, на какой площадке что будет происходить. Уже то, что он делает на тренировочном процессе, показывает, это, конечно, это еще очень-очень-очень-очень-очень-очень сырое все. Очень-очень. Ну, что, совсем скоро, уже буквально, да, не знаю, дай бог, сегодня выйдет видео, сегодня опять с холодной пятницей у нас 12 декабря, да? 12 декабря, да? Через пару дней, да, пару по России, там, суббота, на воскресенье ночью на турнире UFC, Акалаев поделился с Уокером, да, был нелегитимный удар, и когда Уокера спросили где-то, он сказал, что он в пустыне, но он де-факто был в пустыне, был реванш, да, если он будет держать голову холодной и пойдет быстро его закачивать, ему надо быстрый бой сделать. Ему, в любом случае, я уверен, что этот бой не дойдет до конца. Прям очень-очень сильно, но даже больше уверен, что тотал 3,5 меньше, кто понимает, да, потому что Акалаеву надо выигрывать быстро, надо выигрывать ярко, надо выигрывать убедительно, чтобы опять включиться в тайтл-шот, в гонку, да, я там прислал тебе, даже Стриклов, да, там говорит, что он там тренировался с Акалаевым, не написано где, но и в социальных сетях сообщил, что он на 100% уверен, что Акалаев будет чемпионом по тяжелому весу. К сожалению, у него это не получилось в первый раз, с Блоховичем, да, я думаю, что сейчас ему надо быстро выигрывать у Уокера, но это и опасно, потому что это может для него плохо закончиться, если вдруг он что-то необдуманное пойдет делать, это вот как с Крейгом было, не дай бог, конечно, да, желаем ему победы, но с процентом соотношения вижу победу Акалаева, победу досрочную, но 30% Уокера оставляю, но бой не пройдет до конца, я уверен, что оба пацана нацелены на ударку, нацелены ни на что в долгий ящик, Уокер очень хорошо бьет с колена, это может быть опасно, но надеюсь, что все будет нормально и у нас будет человек, который максимально близко к еще одному тайтл шоу, да, и сейчас у нас такой формат, больше такой плюс-минус новостной формат, и сегодня с утра не очень хорошую новость в интернете, это там с самого утра я увидел, а что на территории нашей страны, в одной из республик, о которых как бы, ну, часто любит употреблять Макс Дивнич, да, прошел такой очень вопиющий, ужаснейший факт, где молодая девушка, ну, может, не совсем молодая, но судя по фотографии, которые у меня есть, которые я информацией обладаю, в телеграм-каналах увидел, молодая девушка своим мужем под воздействием психотропных веществ, которые, к сожалению, очень сейчас популярны и очень сильно мешают человеческой жизни, это там, мефедрону, да, совершила надругательные действия сексуального характера над своей сестрой, ну, я так понимаю, младшей сестрой, это как бы ужасно, это, да, там, произошло в Дагестане, я думаю, что Дагестан, я там был не раз, да, и знаю, что там отношения к таким вещам немножко более жесткой, да, и более порицающей, чем у нас, да, но в целом, это огромная проблема, мефедрон, да, там, вообще наркотики, у нас сейчас, как вы видели, не знаю, кто там видел, не видел корней, там, недавно в рехабе лежал, потому что, оказывается, он не приходил, не ходил на работу, а дома там употреблял что-то, да, там, его там девушка уходила из дома, а он там мне, говорит, вот рассказал, что употреблял, это ужасно, ужасно, эта проблема настолько огромная, большая, что, да, вот представьте, мировой уровень развития наркализации мефедроном, я нашел на иностранном сайте, я не могу это проверить, и немножко странный для меня, но все-таки, в рыбах, которые находятся в Амстердаме, в каналах, которые ловят, нашли за помощью экспертизы большое содержание мефа, почему? Потому что канализационные изводы попадают с фекалий, от людей, которые живут в этом городе, рыбы питаются этим фекалием, мефедрон попадает в них, и попадает в рыбе, в мясо рыбы, я не знаю, на самом деле, ну там, кто-то исследований проводил такие, да, и ловит ли кто-то рыб в каналах Амстердама и проверяет на содержание мефедрона их, ну или там, каких-то веществ внутри, но все-таки, да, мефедрон это большая проблема, большая проблема, я думаю, что Дагестан, несмотря на то, что там, да, Макс Денич не очень любит республику, то, конечно, там все глупые, я так не считаю, потому что в целом, ей глупых, и умных людей хватает всегда, и умный человек, ни про кого никогда не скажешь, что он глупый, а что ты себя за руки взялся, почему, потому что ты так не считаешь? Кто мефедрон проверяет, кто человек, кто... Не, 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 не на мефедрон, ты, посмотри, рыбу могут содержать, на содержание металла содержать, в любом случае, она может вредная, рыбу проверяют на ртуть, потому что она может где-то питаться, потому что, смотри, там в чем проблема, Амстердам это огромный морской город, там есть море, там много кораблей приходит, может быть, ну, в каналах могут проверять рыбу, но почему, и как они выяснили, что наркотики, и какие именно наркотики, ну, это, на мой взгляд, это сложная, сложная экспертиза, что иностранцы это могли сделать? Могли сделать, почему нет? Потому что я, ну, я это на иностранном сайте прочитал просто, понимаешь? Для меня это было, ну, просто, ну, это на самом деле, в чем проблема мефедрона? Проблема мефедрона, мефедрона тем, что это огромной доступности наркотик, который в очень простом доступе сейчас, особенно с развитием интернет-торговли, да, там всяких разных даркнетов, мефедрон это вещество, которое может признание формулы, там, плюс-минус, любой человек, смотрите, у себя на кухне, понимаете? Поэтому это ужасно, это ужасно, это проблема, это проблема, которая, ну, нет меня коснулась, видишь, корней, там, ну, нет, ты все равно, понимаешь, уже его много здесь, вокруг нас всех, да, и чтобы не заканчивать свой выпуск, да, это первый выпуск в этом году, в новогоднем, да, да, потому что мы перед Новым годом выпустили, чтобы не заканчивать выпуск на негативной ноте, я расскажу, опять же, новость связана с моей конкретной родиной, да, практически с родиной, да, с городом Костомукша, из республики Корелия, потому что я своей родиной считаю поселок Музерский, той же республики Корелия, потому что я там родился, А моя как бы родина отрочества, где я вырос, становился как мальчик, плюс-минус как мужчина, до 2002 года что ли там жил. В общем, приехал, смотрю, на Новый год приезжаю туда, смотрю у пацанов на фотографиях, пацаны из Дагисана приехали, то есть мои давние знакомые, они с ними человек, я думаю, откуда, его погоняло, было Хелл, и Хелл, я думаю, что он там с ним делал, как он там. Потом сажусь с человеком в заведении, сажусь за столом, сажусь рядом, и понимаю, что это не он, человек настолько похожий. Вот я сейчас, как бы там, Никита ставит ролики, ролики, говорю, картинки, фотографии, что родственники или нет. То есть представьте, да, нонсенс. Один человек вырос в Дагестане, человек приехал в гости, в Карелии, другой вырос там, плюс-минус родился, я не знаю, где, в Карелии, да. Одного живут Артём, другого живут Артур. Ещё прикинь, вот так вот, да. К нему люди подходят и говорят, что ты там, что ты там, Артём, не здороваешься, что ты меня не узнаёшь, что ли, люди. Я говорю, а я их не знаю, ну, то есть, который пацан из Дагестана приехал, что они настолько похожи, что просто, там, природа бывает настолько, да, там, она широка и большая, что, может быть, даже у меня есть где-то двойник такой, я бы хотел его найти и с ним пообщаться. Мало ли точно, он бы за меня видео снимал, допустим, вместо искусственного интеллекта. В общем, чтобы не заканчивать на отрицательной ноте, заканчивая на поводительной, мы все одна большая страна. И когда мы, и пока мы не научимся друг друга слышать и слушать, у нас ничего не будет. И в том числе, там, и проблемы, которые мы вместе можем коллегиально решить все. Северный человек с несеверным человеком, южный человек с несъюжным человеком, да, это специальная отсылка, да, там, одни, там, регионы, другому, там, проекту «Северный человек», да. Потому что я, в принципе, считаю, что это хороший проект и не понимаю, почему нельзя кричать «Русские вперёд!», потому что у нас тут, да, вот, крайний бой, когда был Корнея, два пацана русских дрались, и люди, там, из Северного сека кричат «Русские вперёд!». Я им просто ибо говорю, что вы не кричите сейчас «Русские вперёд!», потому что мы, Глиб, умею местного же выиграли, он же русский, вы кричите, но тоже «Русские вперёд!», что мы не «Русские» что ли? Я, например, себя, ну, я, например, себя вот честно, я себя карелам считаю, потому что я родился в Корелии, у меня мама родилась в Корелии, да, хотя у меня там, ну, у меня там корни, там, все, там, не знаю, там, прежде всего белорусские, там, и немецкие, и польские, и еврейские какие-то корни имеют. Я как бы многонационарен, но я себя считаю карелом по северному менталитету, по громкому голосу и непотразимой красоте. У меня все. Спасибо, что вы досмотрели до конца. Жду на тренировочках, тут внизу будут ссылочки, если кто хочет тренироваться. И скоро мы анонсируем один очень интересный проект, очень современный проект, который будет объединять вещи, которые сейчас, мне кажется, на гребне волны. Одна, которая немножко тухнет, а другая, которая растет в гиперпространстве в каком-то. Ну и все тогда. И ты прям сделаешь, ты рык, вот так, как будто воп, и батарея разведилась. Круто? Прикольно, да. А ты, блядь. Не, нормально. Понравилось? Нормально, а? Ну, видишь, мне подкаст вообще мой, я могу часа четыре пиздеть, мне похуй. Я темы найду всегда.